здравствуйте друзья продолжая заниматься отделкой и сегодня у меня на очереди кухня буду подготавливать стены армировать их и шпаклевать подготавливаю поверхность стен для этого беру терочку и убираю все мелкие неровности и наплывы глея данный процесс довольно таки пыльный поэтому я использую вот такой респиратор стоит он 10 гривен или 25 рублей для защиты от промышленной пыли модель a200 p1 довольно таки удобен раньше пользовался одноразовыми респираторами которые распадались еще в процессе их одевания поэтому решил попробовать подороже немножко и очень доволен грунтовать стены в кухне буду грунтовкой ферозит грунтовка универсальная глубокого проникновения грунт один использую разные грунтовки это уже третий вид грунтовки вернее разных производителей но если честно пока что разницы между грунтовками я не заметил а а и Закрутовал я стены. В этот раз я нанесу два слоя грунтовки и посмотрю, какой будет эффект. Грунтовку второй слой нужно наносить, не дожидаясь высыхания первого слоя, сразу после впитывания, согласно инструкции. Поэтому сейчас я этим и займусь. Нанес я второй слой. И скажу сразу, что эффект есть даже от первого слоя, так как на второй слой я потратил в два раза меньше грунтовки и загрунтовал в два раза быстрее. Жду пока высохнут стены и продолжу. Грунтовка высохла. Дальше буду армировать стены. Для этого буду использовать гипсовую штукатурку Rotband и вот такую сетку фасадную. Вот у меня кусок синей сетки остался. Здесь плотность 145. Но она как-то жестковата, поэтому решил взять такую зеленую. Здесь уже плотность 125. Попробую еще такую сетку. Также купил два мешка вот такой штукатурки Master Techno Gips. Продавец сказал, что это самая лучшая штукатурка. Ну попробую. Спасибо. Поехали. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закончил я армировать стены... Двойное грунтование дало свои результаты... Штукатурка не так быстро сохнет... Кроме того, уменьшился расход самой штукатурки... Высохнет данный слой... И я приступлю к шпаклеванию... Армирующий слой подсох... Дальше буду шпаклевать стены... Предварительно их подготовлю... Возьму терочку и беру все неровности мелкие... И наплывы штукатурки... По поводу армирующей сетки... Вот этой зеленой, что я использовал... Она мне не понравилась... Она очень мягкая... И в процессе выравнивания стен... Образуются такие вот волны... И когда их заглаживаешь... То получаются складки... Проходится побольше штукатурки... Класть, чтобы их складить... Вот я взял сетку подороже... Тоже 125 плотности... Но по ощущениям... Как вот эта синяя 145... Даже эта будет немножко поплотнее... Поэтому лучше брать... Как по мне... Дешевую 145 и гармировать стены... Также по поводу вот этого клея... Так у меня руки к нему не дошли... Хватило ротбанта... Поэтому буду его использовать... В следующий раз... Подготовил я стены... Сначала сделаю откосы... Потом углы... И дальше зашпаклюю стены... Бребенка! И так так... В общем, у меня здесь все разно... Уменьшил там наглубки... И в этой области... Ах, тёх! 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 Нажимаш великой тёх... Тёх! 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 Продолжение следует... Закончил я шпаклевать стены. Использовал шпаклевку Knauf Multi Finish. Дальше я буду здесь клеить обои. А на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok